Без лишних предисловий спешу вас ошарашить. Сегодня будем шить блузу. Но не пугайтесь раньше времени, я упрощу весь процесс так, что даже самые начинающие швеи, более того и совсем не швеи, смогут сшить ее одной правой. Все, что нам для этого понадобится, это полтора метра легкой ткани, белевая резинка и полтора часа вашего свободного времени. Но для начала я покажу вам, как сконструировать выкройку. Рисуем на бумаге прямоугольник. Его длина должна быть равна желаемой длине блузы, а ширина обхвата груди плюс 6 сантиметров, чтобы можно было с легкостью влезть в блузу без всяких там застежек и выточек. Верхние углы обработаем при помощи любого круглого предмета в четвертинке круга, и это будут проймы. Вот и вся выкройка. В качестве декоративного элемента я выкроила два прямоугольника длиной 1 метр и шириной 28 сантиметров. Из них я сошью рюш, сделаю поверху кулиску и продену в нее белевую резинку. Делаю боковые швы, обрабатываю срезы в подгибку. Верхнюю часть обработаю опять же в подгибку с закрытым срезом, делая строчку на расстоянии примерно полтора сантиметра от края. Оставлю небольшое отверстие, а нижнюю часть застрочу так же, но сделаю расстояние буквально пару миллиметров. Теперь отмерим резинку, нужно, чтобы она плотно прилегала к телу, примерно вот так. Отрезаем нужную нам длину и вдеваем в кулиску. Замыкаем круг. Теперь перейдем к основе, сострочим боковые швы вместе и обработаем края в подгибку с закрытым срезом. Если у вас есть оверлок, то вы можете обработать края на нем. Теперь подогнем проемы вверх и вниз. Осталось только сделать закрепки в начале проем и наша блуза готова. Такой топ будет отлично смотреться с юбкой-карандашом, она выгодно подчеркнет его легкость и пышность. Из-за большой длины рюша не видно, что блуза не посажена по фигуре. Оно нам и не надо в жаркие летние дни.